Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Гость в студии и главный архитектор Риги Квидо Принцесс. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим, наверное, об организованной бюро, вам, я так понимаю, научной конференции, которая происходила в ноябре и называлась она «На пути к программе доступного и разнообразного жилья в Риге», где вы обсуждали, я так понимаю, разные пути предотвращения кризиса доступности жилья в столице. Может быть, расскажите об этом, кто принимал участие, какие эксперты, я так понимаю, это международный статус конференции, и известно, что она проходила в таком вот нестандартном ключе, да, это был какой-то интерактив, вы действительно прогуливались по районам столицы, да, и вот вживое обсуждали существующие постройки. Да, это уже был прошлый год, но вот мы уже прошлый год, уже наше бюро, я и мои коллеги, наши партнеры, мы уже третий раз затрагивались, скажем так, этим вопросом реновации жилья, то есть постройки нового жилья. Это очень такой важный процесс везде, и в том числе в Риге, да. Третий раз, как вы уже упомянули, то есть формат нашей конференции, мы как-то его немножко обновили, то есть часть его была, наши гости и наши посетители, мы проехались по разным окраинам города, посмотрели существующую ситуацию, в каких окраинах, местах, кварталах, как живут рижане, да. Это, на мой взгляд, был очень важный такой пункт, я думаю, мы в разных форматах дискутируем, в Риге, в профессионале, везде, да, и, может быть, не так часто ездим там, где вот конкретные ситуации, конкретная среда, и, может быть, не так хорошо знаем даже и вот существующую ситуацию. То есть мы проехались там, шесть экскурсий было. А с кем? С кем вы проехались? Кто эти люди, которые были эксперты? Наши гиды, наши гиды, эксперты, это в основном архитекторы, которые следят за процессами в городе, которые смотрят пэтнеки, то есть исследователи местные или еще приглашенные? Это были все наши местные, которые следят за процессами. Да, и вторая часть, у нас была такая панельная дискуссия, у нас был, гостила гость с Вены, то есть я взял Вену как такой хороший пример, я думаю, не только для нас, для всей Европы. Вена известна своей концепцией, то есть подхода к вопросам жилья, то есть Вена считается, и то, что они сами рекламируют, то есть любой человек, который имеет какую-то идею поехать в Вену, не знаю, работать, учиться или иначе, найдет жилье, найдет хорошее жилье, найдет качественное жилье, и ему это будет доступно. То есть они, как город, пережили уже этот кризис, кризис миграции тоже как-то весь этот процесс идет нормально, и не сами говорят, что вот, ну, это возможно. Даже в такой ситуации Вена по сравнению с Ригой более-менее одной величины, да, и я думаю, и по структуре, и по разным таким вопросам пример хороший. И был наш пример с Вены, и мы смотрели, и были наши люди, то есть которые рассказывали, какая ситуация у нас в Риге, то есть с точки зрения качества жилья и этой структуры. Я очень надеюсь, что вот все эти импульсы посутствуют таким позитивным толчком для того, чтобы на данный момент Рига разрабатывает свою программу развития на следующие 7 лет, 7 год, да, который будет связано с следующим периодом планировки европейских денег, да, то есть и часть, то есть и вопрос жилья один из 7 актуальных вопросов, да, в этой программе, да, и мне есть возможность, ну, как бы, эту дискуссию и проводить в городе, и я надеюсь, что вот и конференция, и вот последующие дискуссии с разных сторон, ну, последует к такой визе, что вот будет и у Риги такой всеобъемная такая визия, как работать в этой сфере. То есть для нас, конечно, вопрос номер один – это реновация существующего фонда, да, который у нас как со советского времени, но и еще дальше, да, то есть исторический центр, старые дома, всякие исторические обкаемы, то есть объем и качество жилья, то есть, я думаю, вопрос номер один, но есть и другие вопросы, да. Я надеюсь, что Рига, ну, в ближайшем будущем разработает такую программу, чтобы мы тоже могли бы как-то вместе знать, кто что делает, и чтобы вот и те режимы, которые хотят, скажем так, улучшить свою ситуацию в городе, могли бы с помощью и города, и другого как-то найти эти вопросы. Я думаю, уйма вопросов, которые… Такая программа уже существует, если мы говорим о реновации, нет? Поддержка в виде 50-процентной скидки, в ней могут поучаствовать? Да, вот, ну, если говорить о том, что уже есть, эта программа есть, она такая, она уже год работает, я думаю, что эта программа – хорошее начало всего этого, да, сейчас неизвестно, как будет этим годом, сколько денег город сможет вот в эту программу выделить, да, но эта программа – это один маленький, маленький, очень маленький, но важный, скажем так, часть этой такой общей программы. Комплексная работа. Комплексная работа, да. А насколько вообще сейчас получается выстраивать диалог с Рижской думой, учитывая, ну, мягко говоря, нестабильную ситуацию, которая там сейчас происходит, и некую неясность будущего касательно того, будет ли это эта администрация, или это будут перевыборы, ну, вообще, что происходит? С диалогом с администрацией вот сейчас? Не, ну, я думаю, на данный момент все работает, все институции работают, в том числе и разработка программы следующего периода, то есть все идет своим делом, ну, не знаю, как и что будет меняться, будем смотреть по ходу процесса, да, но вот на данный момент все как-то сконцентрированы и работают, и то, что я вижу, все институции и люди работают, ну, как бы на таком ежедневном режиме, ну, конечно, есть определенные решения, которые еще не приняты, но будем надеяться, все как-то слажится вместе, да, то есть и бюрократия, и те институции, которые отвечают в городе за развитие социального фонда жилья, за Майо-Клевидес-департамент, Ригс, нам по Арвалднекс, они нам как бы работают, то, что не хватает на данный момент, это такой, ну, как бы связывающий концепт, чтобы все знали, что кто делает, не перекрывали какие-то дела, и мы как-то более видим те места, где вот нехватка, как ресурсов, так визы, да, то есть я думаю, ну, вот таких два очень важных вопроса, это для вот такой непосредственной и эффективной и комплексной реновации, это финансирование, то есть этот сам фонд, да, то, что существует, а еще добавка ему, то есть он должен быть всегда, ну, то есть непрерывным, да, мы не можем работать, на данный момент, вот, помощь, помощь реновации, вот она остановилась на прошлом году, там застряли, не знаю, там 50-100 проектов, да, не знают, будет финансирование, не будет, да, это очень не помогает процессу. Второе, что важно, город должен помогать жильцам и собственникам домов разрабатывать комплексные концепции, то есть если проходить дом за дом, это не будет работать ни качественно, ни комплексно, ни для города, ни для жителей, то есть мы должны найти концепт подхода реновации на квартальном, на уровне, вот, квартала, да, не только один дом, да, то есть, а здесь сами жильцы, сами владельцы вот с этим не справятся, тут город должен помочь как с идеями, с концепциями, как это работать, как проложивать работу, как найти хорошие решения, самых вопросов, где поставить автостоянки, там возможности отдыха, другие части, велостоянки, всякие другие. Прогулки, детские площадки, да. Это все надо проговорить концептуально и найти какие-то хорошие решения, которые уже тогда комплексные не вбрать, а не так, что вот каждый дом в своей площадке там решает свои проблемы. Вы с другими экспертами посетили, я так понимаю, районы смешанной застройки, Илгутемс, Плявник и другие районы. И если говорить об износе зданий, не раз эта тема обсуждалась. Допустим, вот мэр Олег Буров, когда ему были заданы эти вопросы, особенно касаемо построек 60-х годов, да, что они скоро начнут разваливаться, есть такие опасения у жителей, он сказал, что это неправда, они могут простоять еще и 100 лет, да, это цитата, но здание, как и любой организм, нужно обновлять, это он признал. Но он считает, что, допустим, дома, построенные в 60-е годы прошлого века, допустим, если мы говорим про Юглу, да, то они довольно крепкие, а вот дома, построенные в 80-х годах или 90-х даже, вот те как раз наименее качественные, и они представляют угрозу. Может быть, вы развеете этот миф, либо подтвердите об сроке эксплуатации советских построек, если говорите, действительно есть о чем волноваться жителям или нет, нереновированных домов, конечно. Ну, я ничего нового к этой дискуссии не добавлю. Там существует определенное исследование по типам и по разным этим, скажем так, сериям, и когда их строили, да, я ничего нового не скажу. Я думаю, что вот каждый, вот мы как-то должны вот это быстрее усвоить, что вот владельцы домов в ответе за то, что происходит с их домом. То есть это то, что город уже как-то помогает, да, жильцы должны, владельцы должны, должны организовать биодрибос, то есть... Организовывать общество, по профсоюзу возможностей, да. Да, перенимать дома, то есть следить за тем, что происходит дома, как за ним ухаживает абсолютно некуда, и сменять его это, если надо, да. То есть заботиться о своем имуществе, я думаю, и будет возможность найти экспертов и технологии, и как эти дома обновить, и как их улучшить, и присвоить существующей реальтат. Это возможно, да, это вопрос того, как активно, как мы каждый следим за своим имуществом и будем с ним заниматься, это ничего нового, да. Другое дело, что это объективно, не знаю, что думали идеи приватизации в 90-е, да, но реальность такая, что не все те люди, которые имеют это имущество, это понимают, ну, как-то, что он в ответе за то, что происходит с моим имуществом, что я как-то должен вот тут смотреть, заниматься, заботиться, как-то договариваться с соседями, другими, как-то вот что с этим делать. Ну, существует такой миф, что вот кто-то приедет, что-то сделает, ну, позаботиться, да, да, ну, это тогда вот такой скользкий подход, да. Ну, вот возвращаясь к опасности и угрозам, они существуют, если говорить о постройках 60-х, 70-х, 80-х годов? Я думаю, так обобщить, обобщить это я бы не хотел, да. Конечно, есть дома, за которыми уход был похуже, да, мы знаем случаи, там обваливаются балконы и что-то такое, да, это плохо, да, это такой плохой слыхтапсайм некошен, это такое… Плохое хозяйственное служение, да, мы такие случаи знаем. Сказать, что все серии или годы там, ну, как бы там рухнут, это я бы это не… Ну, если анализировать с точки зрения архитектуры, вы как специалист, вот, рассматривать типы жилых домов, может быть, по лучшему воплощению качества, если сравнить, допустим, я не знаю, облочные постройки, кирпичные постройки, хрущевки, сталинки, отдельные серии домов, Литовский там проспект, 119-я серия, с точки зрения качества, если мы смотрим вторичное жилье, многоквартирные дома, что, на ваш взгляд, наиболее, ну, соответствует гарантиям? Ну, те расследования, которые мы сами проводили там еще 4 года назад, просматривались с экспертами Рыжского технического университета, разные типы и разные серии, да, мы там таких больших рисков не видим, ну, если обобщить так в среднем, да. Конечно, есть эти случаи, когда именно плохое хозяйствование приводит к каким-то последствиям, это плохо. Но если вы упомянули архитектурную часть, то как раз вот это та часть, в чем я и наши коллеги очень, как бы, заинтересованы, да, мы видим возможность тех самых серий 60-х и 70-х годов улучшить в концепт реновации, то есть убрать один, как один пример, да, то есть тут много архитектурных идей, и коллеги разрабатывали эти, и есть определенная практика и в Эстонии, и в Латвии, и где еще, то есть убрать старые балконы и подстроить, скажем так, новые балконы, новый фасад, да, то есть увеличить эту балконную часть, да, то есть не только так, ну, скажем так, реновировая просто то, что есть, но уже телписки добавить. Добавить в объеме. Добавить в объеме, который придает качество жилья в этом маленькой квартире, придал бы, может быть, наружную часть, веранда, какую-то часть в южной стороне, где вот хозяин мог бы, не знаю, что там распространиться и почувствовать себя лучше в этом доме. Вот как-то вот до таких идей еще не дошли, но вот моя виза, что вот этот комплексный подход, квартальный комплексный подход дал бы возможность архитекторам, инженерам представить жителям какие-то еще альтернативные варианты, не только поставить вату и утеплить, и перекрасить, что очень важно, я не говорю, да, но, может быть, и посмотреть какие-то варианты добавки или балконов, или какие-то другие варианты, что вот улучшило бы как качество имущества, так и качество жизни, скажем так. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, или можете писать нам по WhatsApp-у 230-6191, но у нас в гостях главный архитектор Риги Гвидо Принцис, если у вас есть какие-то вопросы по теме архитектуры, по теме здания, пишите, звоните, и это, по-моему, у нас уже идет по WhatsApp. Да, пишет нам очень активно по WhatsApp-у. Антон спрашивает, скажите, пожалуйста, как собственник квартиры может узнать срок эксплуатации здания, можно ли это узнать управляющей компанией? Ну, именно, я думаю, это вопрос собственника и управляющей компании, да, то есть там должны находить им какую-то возможность разговаривать, они знают ситуацию по дому, могут ответить на все те актуальные вопросы. Должны ответить. Должны, но это, да, это по логике, должны ответить. Никто лучше не знает дом, как вот, об сами мне хватает. Да, наденьте, пожалуйста, наушники, да, ближайшие к вам, примем звонок. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, Сергей. Да. Значит, ну, возможно, у меня просто не хватит оплаты, и приливается звонок, так что я вас постараюсь быстро. Да, пожалуйста. У нас нет такого органа, куда можно было бы пожаловаться на управляющую компанию. Например, я старше и подумал, у нас течет пятый этаж, крыша, потому что там плоская крыша, и сложено чуть-чуть вовнуть, посреди дежурок идет, и там во время ливней накапливается вода, потому что срывается мох на крыше и забивает сток, а сток находится по центру дома. Вот, и уровень поднимается там почти до... Ну, короче, на месте поднимается уровень воды, и начинает сливаться через отверстия, где стоят такие трубы, ну, там раньше тены были, да, и сквозь крышу идут каналы, где можно было, наверное, прокладывать кабель, и вот там вот хлещет вода, и как раз попадает на короба, где находятся соединения по интернету. Короче, а рядом еще стоят электрические вот эти все тоже короба. Короче, вода течет по этажам с пятого по первой. Я ходил несколько раз сюда к своему управляющему, короче, они как будто не видят, не слышат. Один раз приехали, вместе походили по... А они, ну да, ну да, ну да. Все, на этом все заканчивается. То есть, несколько, там, около пяти лет это все длилось. Значит, там уже начали, ну, идти уже трещины по... По этим бы... По перекрытию, ну, уже, как бы, рушится само... Сам материал, да. И фирма передала... Вернее, хозяин фирмы продал свою компанию литовцам. Литовцы, значит, вообще не могут понять, из-за чего там накаплив... Ну, принцип, из-за чего вода бежит сквозь крышу на этаж. То есть, вода как бежала, так и продолжает бежать, и проблему никто не может решить. Да, да, и они говорят, надо полностью заменять крышу. 28 тысяч готовьте евро. Я говорю, зачем? Там просто надо почистить крышу. Там несколько раз в год надо залезть на крышу, ее почистить. А они как будто этого, они вообще не врубаются. Сам механизм. Да, спасибо большое. Есть что-то... Да, но очень, наверное, понятные комментарии слышали, и сами как-то в своей жизни видели. Ничего, но скажи... Я думаю, можно приходить в город, наверное, Майок, Ливидс, Департамент, поспрашивать на помощь, как в этой ситуации дальше проходить. Но вот как бы мы тоже видели ситуации, когда вот имущество, то есть собственники дома меняют абсолютно. То есть если нету логики, если не происходит процесс в таком русле, что понятно, что кто делает, и как, и почему, но надо самим принимать решение и менять. Это тоже такой вариант. Я слышал случаи, когда... Ну, или самим заниматься, да, вот это... Не знаю, как лучше в этой ситуации, но, наверное, консультацию, как проходить дальше, город может дать тоже. Но вот в такой ситуации, которую описал звонящий, когда компания, хозяйственник говорит, надо там, скажем, менять крышу полностью, а вот человек считает, что нет, не надо менять крышу, там достаточно как другого решения, более дешевого. В этой ситуации, как вам кажется, ну да, кому стоит доверять все-таки, компания, которая специализируется, или все-таки человеку, который живет в этом доме, и может быть лучше знать именно эту специфическую ситуацию? Ну, бывают разные, и может быть не для всех нас, что, может быть, имеем квартиру, мы не все до конца понимаем, да, может быть, не доверяем абсолютно, да. Можно, можно, я думаю, что можно присвоить какого-то нейтрального эксперта, чтобы он рассказал. Есть, я думаю, и город тоже должен иметь какие-то эксперты, как-то войти в эту ситуацию, и как-то, ну, разгладить этот конфликт, или чтобы жители поняли, что эта ситуация такова, и она таким образом только можно решать, или найти какие-то другие решения. Слушателю Сергея я еще скажу, что можно попробовать позвонить в прямой эфир нам в понедельник, после 10 часов председатель управления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко отвечает на подобные вопросы, да, он может проконсультировать. Сергей очень опытный, да. У нас сегодня в эфире главный архитектор Риги Гвида, я напомню, звоните нам, также пишите по WhatsApp, задают вам вопросы Павел, спрашивает, доброе утро, жилые кварталы формируют и магазины, пример, новая Максима на улице Русова-1, унылая серая коробка, это цитата без окон, почти межопар, как можно было согласовать такой проект? Это первый вопрос, и второй, здание советской постройки выглядит ужасно, у всех по-разному застеклены балконы, когда с этим начнут бороться? Ну, по Максиму, ну, Максима это Максима, они везде более-менее одинаковые, да. Конечно, этот проект, я знаю его, мы там дискутилили, тоже с развивателем этого проекта, не каждый раз удается как-то найти какие-то эстетические компромиссы по таким типовым застройкам, которые мы имеем, но каждый отдельный случай, и Бувалда, и в отдельных случаях, я беру архитектора, как-то занимается с этим вопросом, мы стараемся находить какие-то компромиссы. В конкретной ситуации, на мой взгляд, такой компромисс, который я бы отметил, как я считаю, может быть таким хорошим примером, надеюсь, будет хорошо реализован, это вот такая часть, то есть отпуск, в обея карта им... Благоустроенная. Да, да, часть со стороны улицы Руссова, да, то есть мы как-то там много говорили о том, как вложить эту, скажем так, коробку в этот участок, как лучше, да, и, на мой взгляд, нашли какой-то компромиссный, может быть, вариант, ну, который, будем надеяться, будет со временем как-то вжиться и не будет так, может быть, скажем так, просто выглядеть, как на данный момент, тут еще стройка идет, да, там благоустройство и озеленение, есть такие идеи, будем надеяться, хорошо реализованы и будут помогать в этой ситуации. И второй вопрос был по... По поводу советской постройки, которая выглядит ужасно, по словам слушателей. Ну да, но вот это... И балконов. Да, но это то мнение, которое, я думаю, все еще существует, и почему и бюро архитектора вот с этим вопросом и занимается. Я думаю, этот визуальный тоже облик среды обитания большинства наших жителей, которые, я даже не говорю о том, что вот изначально они были хорошо задуманы архитекторами, градостроителями, концепцией, которые вот по ходу, ну, 30 лет нашего государства независимого, как-то не ухаживаем за им хорошо, да, и вот эта среда в многих, в многих районах города, ну, как-то снизивается, да, и я думаю, это тоже оставляет какой-то отпечаток наших жителей, ну, на, может быть, ту будню, которую мы имеем, каждый со своими, решаясь своими вопросами, да, это очень важно, поэтому, я думаю, мы должны говорить, должны как-то приходить к какими-то идеями и решениями, как это комплексно и постепенно и эффективно обновлять, да, это та идея, которую, ну, у нас есть разные варианты, но мы как-то должны сойтись на чем-то, и чтобы вот это уже проходило в жизни, не так, что говорим по конференциям, там, показываем картинки красивые, это ничего нету в действительности, да. Когда вы ведете диалог с архитекторами других городов Латвии, и вообще, когда вы посещаете эти города, как вам кажется, какой город в Латвии, какие города наиболее удачно справляются вот с этими, потому что проблемы наверняка у всех городов примерно одинаковые, как вам кажется, какие города наиболее удачно справляются с этими проблемами, с этими вопросами, и какие, может быть, решения Рига может взять на вооружение? Ну, кроме Вены, допустим, мы поняли, я вам не говорю. Я имею в виду именно латвийских городов. Латвийских, да. Ну, трудно с латвийскими городами там сравнивать, я думаю, по масштабам и по комплексности, то есть проблема трудно сравнить. Каждый город в Энспилс прореновировали большинство своих многоэтажных домов Кулдыга, разработали определенный концепт развития, то есть обновление помогает. Это идет, то есть те те муниципалитеты, которые вложили ну, предыдущие 10 лет определенные усилия, чтобы вот разработать эти концепции обновления. Ну, мы в Риге как-то вот эту часть ну, оставляем, оставили как-то вот на плечи вот собственников. Ну, вот это ваши дома, ну, вы и занимаетесь. Я думаю, тут надо найти какой-то баланс, чтобы тоже, ну, вот не так, что город вот занимался всеми вопросами, но как-то вот переразделить вот эту часть собственников, решить вот те вопросы, и город как бы, ну, вот подаст концепцию, если будем идти вот по этой концепции, то есть какие-то определенные инструменты поддержки этой реновации, комплексности, да, то есть взять какие-то гарантии или обязанности в город, да, то есть, ну, город имеет своих профессионалов, архитекторов, инженеров, экономистов, финансистов и всяких, да, чтобы вот помочь этому процессу пройти эффективно и качественно, чтобы в конце рижания, ну, почувствовали, что мы как-то город, ну, заботимся об них, и вот они как-то поверили в этот процесс и сами взяли, потому что ничего не произойдет без кредита, то есть рижания, то есть собственники должны взять свою часть кредита, это без вопросов, да, и город может, ну, помочь в этом процессе, помочь, подставить что-то, это не будет никогда, что вот 100% кто-то придет и реновирует. Да, господин Принцесс, наденьте, пожалуйста, наушники, да, продолжим принимать звонки, 672-12-939, 672-13-939, сорвался звонок, перезвоните нам, пожалуйста, но я зачитаю вопрос еще один по ВАСАПу, доброе утро, застройка ратушной площади, на ваш взгляд, не слишком ли плотная? Задают вам вопрос. Плотная? Плотная. Ну, ратуш, то есть старый город плотный, то есть сам по себе, по структуре плотный, это то, что как там рижане тоже за несколько сотен лет там сожили вместе, да, насчет плотности нет, я думаю, что в конкретном случае площадь ратушная, это уже я коммуницировал, что я считаю, что вот новые, новые объекты, которые там появляются, вот по масштабу и по характеру, вот не соответствуют той исторической структуре, которую там срушили там и не соответствуют, не соответствуют, да, определенные объекты, об этом были дискуссии, да, и в этих дискуссиях мы там разные аргументы выставляли, но вот решение, то, что мы видим, что строится и что в процессе, да, ну вот принято в таком ключе, да, то есть, ну, это будет всегда дискуссия, я думаю, в обществе, что, как и почему, да, но на мой взгляд и документы развития, и документы с охраной, охраной, то есть, предыдущих наших каких-то вертибос, да, то есть, ценностей, да, они, они как задачу ставить архитекторам, развивателям, то есть, обновлять все те качества, которые Вторая мировая война и другие процессы, то есть, там, разрушили, да, то есть, масштаб и характер это вот такое понятие, что, я думаю, для профессионалов понятно, о чем я говорю. По поводу, вот о старом городе заговорили, по поводу центра столицы, я накануне общалась с туристами из Израиля и не обращала на это внимания, но они указали и спросили меня, почему наш город не экономит пространство и площадь, да, а строится вширь, а не ввысь. У нас одна высотка, если там говорить о гостинице Латвии, да, они называют это стекляшками, допустим, у них, как я поняла, тенденция именно экономить площадь, да, и у них очень много небоскребов, у нас как раз таких нет. Это наша особенность или мы как-то вот в одном стиле существуем, да, и действительно не думаем об этом, или это дорого вот с точки зрения архитектуры? Не, ну это особенность исторических городов и городов, которые имеют ЮНЕСКО. Если не о Старой Риге говорим, да, у нас тоже много построек. Не только Старая Рига, ЮНЕСКО, наш весь центр, это как бы часть ЮНЕСКО, то есть и Виена, и Рига, в том числе, и другие, другие исторические города имеют зоны охраны, то есть те зоны, которые охраняются, охраняются и застройка высоты, то есть в этом вопроса нет. О том, что вы говорите насчет многоэтажек, ну, на данный момент на повестке дня моего, скажем так, мы работаем с тремя-четырьмя высоко, скажем так, высокостройками, да, которые определенные развиватели, то есть развивают непосредственно не в центре, а вот вокруг центра, да, то есть есть идеи, визы, то есть и такого типа застройки, и это будет появляться, но там есть определенная экономика, которая работает в благо вот такого типа развития тоже, но, наверное, в центральной части нет, вот как-то должны вот в этом, в этой, в этой сохраняться и существовать, да. Наденьте, пожалуйста, наушники, да, приемлем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. Скажите, а как ваш гость может прокомментировать то, что в центре города фасады домов разрисованы граффитами, баллончиками, и как бы на это никто не обращает внимания, даже те фасады, которые были отремонтированы в последнее время буквально стоят строительные леса, еще не закончен, наверное, объект не сдан, а уже с другой стороны разрисованы, и это очень портит облик города и для туристов, и для живущих в центре. Вот как это можно прокомментировать, и еще один такой момент, вот было сказано, что старые постройки, которые, например, 119 серия, а почему нельзя придумать какие-то регламенты и обязать жителей потом или компаний, которые обслуживают их, единый стиль сделать, например, балконы, застеклить стеклянными лоджиями, ну, сделать стеклянные лоджии безрамные, как сейчас делают, и покрасить, например, весь фасад в какой-то единый цвет, и это уже придаст городу вид, другой облик, спасибо большое, ну вот по поводу двух вопросов, первый о граффити, да, почему с этим ничего не делают, даже на реновированном, допустим, фасаде, да, часто оставляют эти, ну, скажем так, рисунки вандалов, ну, я бы не сказал так, что вот никто ничто не делает, да, делают, это вопрос, будем, будем честно, это, это, то есть, полиция работает, то есть, если не находит того, кто вот там нарисовал, ну, других, никаких таких возможностей, ну, как-то это уменьшивать нету, да, конечно, это плохо, и уже вот пару год, я думаю, больше уже, и существуют и дискуссии, и платформы, и даже сейчас такие культпоходы по этим граффитам, и территориям, и это, это часть нашей культуры, конечно, очень плохо, что вот, как уже упомянулось, новые дома, то есть, обновляются, вот, и сразу после того, как-то это все делается, это, это плохо, да, это как-то, ну, не знаю, не знаю, там таких решений, может быть, абсолютных нет, то, что я знаю, самые такие, вот, радикальные, и там, а там, а там ловят всех, и это, это Швеция, Стокгольм, там, там, камеры видеонаблюдения, да, там находят, и там такие, такие, потом санкции, что вот люди, ну, как-то, ну, так, так, не рискуют этим, да, но нас как-то, вот, ну, есть, это может быть, в этом смысле, мы даже, и может быть, ну, если смотреть там, шире, я думаю, ну, Рига, мы стараемся, то есть, полиции стараются, и предместия, стараются как-то, вот, контролировать ситуацию, но то, что мы можем, это, это реальтет, можно там что-то лучше, наверное, но вот это требует ресурсов. И по поводу единого регламентированного стиля? Ну, как-то, как-то на это идем, как-то, медленно, но вот на это идем, наверное, будет какие-то рекомендации, но уже, наверное, на уровне Министерства экономики разрабатываются какие-то принципы реновации конкретных типов, да, но то, что, я думаю, это направление концептуально правильное, то, что может быть в этом существующем направлении может быть не так хорошо акцентированно, то есть, те архитектурные, опять-таки, да, с нашей точки зрения, возможности улучшить этот, улучшить этот проект еще лучше, то есть, побольше места и что-то такого подстроить в створ реновации у этих домов, то, это очень все связано с решениями жителя имущества, да, то есть, в любом случае, каждая идея должна будет софинансироваться, то есть, собственникам, да, то есть, решение собственников реновировать так или так, это фундаментально, да. Да, нам пора заканчивать. Последний вопрос, может быть, если можно, то коротко, уже много раз обсуждался водный и общественный транспорт в Риге, я сейчас говорю о лодочной переправе между Балдыраем и Вацмолгрависом, это еще актуально, такой вопрос есть на повестке дня? Да, это актуально, и мы знаем, один предприниматель строит лодку, и если верите, его планом, то вот в этом году, может быть, он будет уже запущен, запущена лодка и будет экспериментировать уже. И жители могут этим пользоваться? То есть, это инициатива частного предпринимателя, он понимает в этом бизнесе что-то, он строит лодку, пару лодок, да, если так, последняя дискуссия была в прошлом году. Это лодка вмести, сколько вмещает людей? Это лодка по концепции, я точно не помню, порядка 100 пассажиров и порядка 30-40 велосипедов, то есть, может принять, то есть, и будет работать на такой концепции, ну вот там, он сам он сам разработал такую идею, как подалговать, то есть, от Болдырая до центральной части, то есть, перемещаться и как-то, ну вот я бы сказал, это будет такое водное такси. В этом году, да, планируется? Ну, будем надеяться, это все в большем смысле зависит от конкретного предпринимателя. Да, спасибо большое, много вопросов вам еще адресуют, я надеюсь, что мы их успеем задать, пригласим вас обязательно еще. Спасибо, что пришли, главный архитектор Риги у нас сегодня был Гвида Принцесс. Спасибо.